Бутылка, а в ней оказалась карта И здесь явно что-то зашифровано Ёжик, так это послание! И ещё написано, что разгадать эту тайну может наимудрейшая сова Ёжик, а кто у нас наимудрейшая сова? Я думаю... Давай у сову не спросим Наверное, это целый склад фантиков Не склад, а клад! Обычно в клад прячут что-то очень ценное Я думаю, что это гигантская морковка А я думаю, что там спрятано много разноцветных бусинок Мы нашли карту сокровищ! И это значит, что мы все собираемся в поход! Ура! Давно уже пора! А без карты я сколько раз говорила? Во всем привет, ребятки! С вами погнали! Let's play! И сегодня я решил пройти Игру с мешайки Идут в поход! Погнали! Вы только что видели кат-сцену И простите, что так получилось Потому что кат-сцена Она началась немного не сначала Там одна секунда прошла Примерно Но я думаю, вы все поняли В этой кат-сцене Ну а мы давайте приступим К прохождению игры Вот у нас первый уровень Я так понимаю За Нюшу Часы нужны для того Чтобы знать, сколько времени А утюжком я буду гладить Мое вечернее платье И в своем вечернем платье Ты будешь выступать Перед комарами Начнем по порядку Рюкзак надо собирать так Чтобы в нем были только необходимые вещи Ну, Савуня права Здесь даже поспоить не получится Конечно, права Савуня Так, то есть я понял Мы будем сейчас, получается, собирать вещи Необходимые для похода Так, сапоги Палатка Палатка? Карта Топор Да уж В лесу без топора Как без рук Дрова не наколоть А без дров и еду не приготовить Правильно Компас Компас? Ну, компас Кохош на часы Надо не забыть Лопата Пила Ой Хе-хе А что это за большая металлическая расчесочка? Наверное, надо что-нибудь пилить Такая расчесочка, что когда ты их почищешь себе волосы Заметишь, что ты резко облысел Хе Спальник? Коврик Карандаш может Карандаш пригодится для записи наблюдений в дневник О, ну это значит нужно Что-то Котелок? О, аптечка Спички Спички детям И игрушка Но в походе спички необходимы Ну, я думаю, это же современные люди, уже все догадались Фотоаппарат, конечно, нужен А сколько можно сделать солнышко? Это хорошо Кепка, ясно Ясно, кепка Нюша, ты все сделала правильно Теперь мы можем отправиться в поход Ура! Хе-хе В поход! Ну что, че народ, погнали в поход О, вот теперь мы сейчас поиграем за Каркарыча, я так понимаю Друзья, настала пора очень важного и ответственного момента Я хочу рассказать вам о том, как надо останавливаться Другими словами, как надо устроить стоянку Да, 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 расскажи нам, расскажи нам! Для начала Надо найти место и установить на него кресло Да, потом надо устроиться поудобнее И... А, потом надо достать палатку А потом стоянка, костер И потом на станции И надо обязательно попросить у проводника Горячего чаю Все И заснул, короче, тут же Дорогие туристы Все Яхт! Так, старт Так, что нужно сделать? В первую очередь Так, мне кажется, я догадываюсь Давайте вскопаем землю Молодец Так, теперь ставим сюда палатку Вот именно, это то самое место Спальник сюда Вы мыслите в правильном Коврик сюда Правильно Теперь коврик находится в палатке Он никому не мешает И с ним ничего не случится Я думаю, аптечку тоже сюда Отлично! Теперь наша аптечка на правильном месте Молодец Камнями обложим костер Теева спилим Молодец И порубим Теперь у нас есть дрова Все Хорошее сухое дерево мы нашли Сторон У нас есть Свой костер Эх, чайку бы приготовить Тогда давайте приготовим Вы мыслите в правильном Воды И наберем Вы мыслите в Коврик сюда И все, и заварку Ух, чаек скоро приготовится Вот шугароч сонный Это ж видно Отдыхать надо с толком И расстановкой Отлично! Правильно! Думвся, иди сюда И мячик сюда Отлично! Правильно! Вот и все Вот так вот быстро Можно стоянку разбить А на твитах Давайте поиграем За Копаточа Крош сосредоточен Увидеть на их тысячи И как только ты Зазеваешься И потеряешь бдительность Они сразу же Укуси меня, пчела Кто они? Хататы! Ага! Попался и Холубчик! Заинтриговал! Грибочки да ягодки Грибочков насушим Пирожки испечем А из ягодок Варенье сварим На зиму Хачаю! Он там Несколько ягодок У него выпало Давай! Старт! Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту Мухомор Мухомор Самый красивый Гриб И самый опасный А у природы Красный цвет Часто означает Опасность Именно поэтому Красный цвет Был выбран Для светофора Как знак того Что дорогу Переходить нельзя И кстати Если кто-то не знает Я сейчас скажу То что Мухомор И его животные Едят Ну допустим Лоси И все эти прочие То что Для них Мухомор Это лечебный Гриб Так Это я не понимаю Волчья ягода Очень похожа Не знаю уж Почему они называются Волчьи ягоды Но даже волкам Я бы не посоветовал Их есть Потому что Это Ядовитая Ягода О да Это очень Ядовитая Я помню Что однажды Давно Помню ее Потому что Это Ну Короче Нормальная ягода Я помню Что мы с моим другом Насколько собирали Полные карманы Этих яблок Потом пришел Бой папа Потом его показали Ну Он нам сказал Что это волчья ягода Что мы все это дело Повыкидывали Ну Мы к счастью Не успели их съесть К счастью Грусть Самый шпионский гриб Он прячется Под листьями И для того Чтобы его найти Надо постараться Оу Грусть Опять муховор Я так рад за тебя Это Опенок ложный Похож на настоящий Опенок Но он так Басхируется Ежели ты Не знаешь Настоящий Опенок Или ложный То лучше Позвать родителей Это да Тут я согласен Малина Малина Это я люблю Я тоже Не знаю Что я люблю Больше Мед Или малину Наверное Когда я вижу Мед Я больше Люблю Мед Но когда я вижу Малину То больше Люблю Малину Вот я почти Как копат Если съесть Чернику И потом Подойти к зеркалу И показать Самому себе Язык То он будет Синего цвета Поэтому Опасля черники Никому не стоит Показывать язык Кстати Раньше Чернику Использовали Для того Чтобы делать Из нее Чернила Ну черника Чернила Вроде бы логично Это масленок Или кто-то Я не знаю Подосиновик Назван так Потому что растет Подосинами Красная шляпка Его Всегда Выдает Вот я вот Семя путал Просто Это моя проблема Так Это сыроежка Вроде бы Сыроежку Несмотря на название Не надо есть Сразу же Как только ее найдешь Лучше отдать Родителям Чтобы они Приготовили из нее Вкусный Суп Это уже настоящий Опенок Опенок Растет На пеньках Растет Целыми стайками От мала До велика Так Опа Это блин Бледная Баганка Очень опасный Гриб Его даже В руки Брать нельзя Баганка Так Это реально Может масленок Все таки Масленок Немного Липкий Как клей Но жареный Он восхитителен Он растет А у сосновых лесах Это да Так Не знаю Что это Подберезовик Назван так Потому что Растет Подберезами О, белый гриб Белый гриб Самый благородный Гриб Я его сушу На зиму Он растет В сухих лесах О Ежевика Немного Похожа На малину Только Фиолетовая Я ее Тоже Люблю Теперь Ты Настоящий Охотник Вот так Вот Так Что у нас Теперь О, это Мое Любимое Задание В этой игре Нюша Не мешай Ну, бусинки Я думала, что ты тоже любишь бусинки Нюша Не мешай Никто не хочет играть В бусинки Ну, вот так вот Ну, вот Поиграли Бусинки Поиграли Вон Сказали же тебе Сказали же тебе Не мешай Нюша Нюша Не расстраивайся Я достану все твои Непослушные бусинки Ну, с другой стороны Сама ведь чиновата Ей же сказали Не мешай Все Так Ловим рыбу Поймали рыбку Судак Судачит Обо всех рыбах Очень любит Разносить сплетни И рисовать свой нос Во все чужих дела Почти, почти, почти Почти, почти, почти Почти Ежик Спасибо Так Здесь придется походу Ракушку доставать Тоже по-другому Мы не возьмем Там бусинку Одну Давай Так Скоро все бусинки Будут лежать баночки Да Поймал А вот эту бусинку Больше всего любит Тузя Так Боется вытянуть ракушку Тоже по-другому Нам нужны только бусинки Ну блин, ну что ты хочешь Если по-другому не вытянуть Скоро все бусинки Будут лежать баночки Есть Тимали рыбу За ее глаз Давай Ах Я так рада Спасибо Самое легкое задание Ну кстати Мое любимое То, что я когда играл в эту игру Это было моим любимым заданием Эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ только есть и хочется это же интервью скажи что-нибудь важное ну как бы я вот сложно получается давай я просто тебя сфотографирую композиция будет называться знатный улов копатыча привет а сейчас у нас будет настоящая фото охота ну давайте я люблю так можно фото охоту а понятно сначала только знакомство лосяш типичный представитель семейства лосей любит философствовать на разные околонаучные темы поймали лосяша объектив цвиристели вестники весны ягушки живут во влажных лесах и по ночам соревнуются с соловьями в пении так кто с на задних лапках суслик высматривает нет ли поблизости врагов ах люблю сусликов синичка зимняя птица но зимой очень мало корма поэтому они надо заботиться и подкармливать лисичка самый хитрый зверь в лесу хомячок имеют характерные защечные мешочки в которых они переносит еду поймали хомячка в кадр как папа патыч известный медведь опашу и зиму он ложится в спячку ну что глаза закрываешь и санитар леса но лучше его опасаться ну поймали санитара дрозды прилетают в лес весной небольшими стайками соловей птица певчая этим она славится среди лесных жителей утки обитают у водоемов там они добывают себе пропитание сорок и трещотка любит болтать со всеми ёжик мой друг со лунья как самая настоящая сова должна вести ночной образ жизни но наша сову не жаворонок и по утрам всегда делает зарядку белки живут на деревьях иногда ты можешь их встретить и в городском парке дятел лечит деревья избавляя их от трухи и жучков вредителей хорошо по фото охотились да лучше не скажешь хорошо так то нас пейн это ж наш и заповедатель раз цветочек два цветочек раз листочек два сучок чих-то это три два цветочек а зачем тебе такие палочки и шишки разве ты любишь шишковое варенье я люблю не варенье а изобретение это есть ценная деталь для удивительной конструкция а какие конструкции можно делать ну например можно сделать красивое украшение бусы и все кто увидит эти бусы будут поражен и будут спрашивать и говорить ах фройлен откуда у вас столь ценный и яркий предмет и я я тоже хочу делать конструкции хорошо но сначала надо найти несколько предметов искать эти предметы так кому бы из мешайков сделать подарок какой-нибудь я буду что проходил будет я абсолютно всем увидел ну ладно ну давайте ладно сделаем копатыча вертушка безделушка для копатыча ручка для вертушки ему делать так а сокой можно связать вертушку гибкие веточка ветряные листья вот так ну ладно давайте пройдем все таки пройдем всех мне кажется что для корича надо здесь раскрасим свистулька в ягодные цвета я понял для корича будем делать что-то музыкальное палочка глина глина для свистулька хорошая свистулька получилось давайте теперь нюши сейчас мы будем делать буси для нюши да пусть ниточка для бусинок блестящий иголка красивый ягодка так что у нас теперь хвощ так так и теперь что сейчас я не знаю просто что это может быть листик талисман а листочек талисман да все таки угадал вот вот теперь ёжку для ёжика я хотеть приготовить кораблик который можно запускает в дальние плавания мачта давайте сделаем вот для мачта нашли ножик осторожно это ножик ну осторожно будем так парус для дальних странствий но вот сам корпус легкий старый дерево все кораблик готов для сауни мы сделает красивый композиция именуемую в простонародье икебана палочка основа для дерева листочек иголки пригодятся клина клина прикрепляет а это красивый листик вот и все икебана готова бараш для того чтобы бараш никогда больше не заблуждаться в лесу сделает для него лесовичка вот это кстати небольшой спойлер в следующем месте сейчас сказал пин шишка так палочки ручки палочки ножки палочки борода изумрудные борода нет неправильно глаза бусинки все мы сделали бараш у нашего лесовичка чтобы он больше никогда не заблуждался что же сделать для кроша большая сиська а шишка иголки будет сюрприз хороший сюрприз так ну и лосяшу бабочка для лосяша будет похожа на настоящую не отличить звук ва будем тогда делать такую чтобы настоящий был вообще не отличить смотри внимательно а потому что тут один листок надо взять паучьей день брать так все таки не знаю что что брать пузатенький желудь так желудь взяли две ножки а вот фикарные крылья так и вот это шишка для туловища ну все бабочка готова вся и вот у вас следующий уровень и как я уже сказал пин немного заспойлерил что ж будет в этом уровне на свежем воздухе приятно стихи короткие писать и даже бабочки занят на на сиреневом цветочке бабочкой сидела улыбалась и смеялась и тихонько пела если стало вдруг понятно что Но, друзья, все далеко, не расстраивайся сильно, а кричи «Ау!» легко! Ау! Ау! Да, вдохновение приходит, помогает путь найти. Кто в лесу случайно бродит, надо нам его спасти. Вот, вот так вот. Барашу даже пришло вдохновение, то, что он заплудился. Ну, давайте-таки поможем ему выйти из леса. Около лесных дорог слышим звонкий... Ручеёк! Ручеёк! В небе яркая дуга, за горами... Радуга! Радуга! Даже мухи все паятся на... Так, на-на-на... На мухомор, или что? Мухоморчик не садятся. Вот. Вот. Зимой боится каждый лыжник наехать на большой... Булыжник. Булыжник. Для сердца настоящего мужчины милее всех лишь... Горные вершины. Горные вершины. Круглое, как донце, небе светит... Это уже очевидно. Солнце. Солнышко тоже подсказывает, где находятся стороны света. Попроси взрослых рассказать тебе, как надо ориентироваться по солнышку. Улетает небо ловко. Кто это? Божья коровка. Божья коровка. Сел на синий василек распрекрасный... Мотылек. Мотылек. Вылетает стрекоза на траве с утра... Роса. Роса. Высоко, высоко, разлито молоко. По небу мчится с ветром смешное... Облако. Облако. В синей луже у опушки пели песни две... Лягушки. Лягушки. Муравьишка не бездельник. Строит свой он... Муравейник. Муравейник. По муравейнику всегда можно определить, где юг, а где север. На юге муравейник больше. Нюша рядом где-то. Ведь на земле лежит... Конфета. Конфета. Бегут ножки по лесной... Дорожке. Дорожке. Играем в прятки раз и два. Замаскирует всех... Трава. Трава. Ох, жаркий выдался денек. Пожалуй, сяду... На пенек. На пенек. В нее кладем с кустов малину, заберем домой... Корзину. Корзину. Все птицы ночью спят по гнездам, а путь домой ищи... По звездам. По звездам. Найди на небе самую яркую звезду. Это полярная звезда. Она венчает рукоять ковша малой медведицы и указывает всегда на север. Ну, кстати, насколько я знаю, то, что мне еще рассказывал мой дедушка, земля ему будет пухом, то, что просто... Ну, то, что когда-то очень давно он мне рассказывал, то, что на самом деле полярная звезда, ну, она не самая яркая. То, что это просто ошиблись просто... Ну, я написали в учебнике это, вот. Нас побудили яркая... Самая яркая звезда, это какая-то другая, но я ее название, к сожалению, не помню. Просто помню, что полярная не самая яркая. А название не помню. Ладно, а мы продолжаем. Сейчас будем играть за Васяшой, и он, судя по всему, что-то готовит. Влияние Сатурна на приготовление каши очевидно. Надо бы сделать расчет и не забыть величину активности радиального магнитного поля. Я не взял свой астрономический справочник. Приготовление каши находится под угрозой срыва. Так, 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 интересно, интересно. Хоть это и не астрономический справочник, но написано довольно научно. И картинки довольно вкусные. Неплохо, неплохо. Изумительные пропорции. Какой гармоничный расчет. А вот это спорный момент. Автор явно не учел тригонометрическую зависимость сладости компота от количества положенных в него ягод. Понятно, будем готовить. Ту-ту-ту-ту-ту. О, я думаю, эту игрушку. Я думаю, все, думаю. Вот в начале двухтысячных, я думаю, все такие игры играли. Ту-ту-ту-ту. Ту-ту-ту. О, как хорошо. Сейчас я просто знаю, что здесь еще можно комбо сделать. Но просто пока у меня не получается его сделать. Так. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Просто музыка мне всегда нравилась в этих играх. Потому что я в них тоже играл в начале двухтысячных. И я вот знаю просто. Ой, вот видите, сейчас комбо получилось сделать. Музыка мне всегда это нравилась. Которая на самом плане играет. О, какое комбо получилось. Хе. Ну, я понюшу, когда давно помню, у меня получалось сделать комбо. Да даже еще больше, что-то шло. Ту-ту-ту. Чувствую, пицца у нас будет с помидорами и с перчиками. Так. Так, есть. Ту. О, гайбочки. Сыр, перчик. Так, петрушка и огурцы. И колбаса тоже. О, как хорошо все готовится. Так. Пицца уже скоро будет готова. Ту-ту-ту-ту-ру. Ту-ту-ту-ту-ту. Так. О. Есть. Еще немного. Вот сюда. Сюда. О. Опять колбаса с помидорами. Эх, вот люблю же я такую пиццу. О, как хорошо это сейчас приготовилось-то, а. О, еще как комбо. Сыра давайте добавим. С зеленью. О, еще колбасы добавим. Ну и грибочков с луком добавим. Ну и давайте добавим еще у нас немного тоже грибов, чеснока и лука. Добавим. Томаты. Полезные овощи. О, вот такую пиццу я люблю. Вот. Такую пиццу, я думаю, многие любят. Ну и это у нас финальный уровень. Вот. А теперь три-два, бою в пользу. А вот и нет, любезнейшая. Я теперь выигрываю. А во что они играют? Они играют в отличие. Это игра на сообразительность и ловкость. Кто больше отличий найдет, тот и отличился. А как играть в отличие? Очень просто. Надо найти то, чего раньше не было в лесу, до нашего прихода и убрать. Победителя ждет приз. Большой торт с розочками, ящик морковки и парочка раритетных фантиков. Ну, понятно, что... Давай вместе. За такое любой будет готов. Так. Так, ну я думаю, что такие игры, я думаю, все играли. Тоже. Тоже в начале двухтысячных. Вот. И мне эта музыка, она мне тоже нравится. Это же смешайка. Мне эта музыка очень нравится. Хорошо. Половник, огрызок. Хорошо. О, кайбов два. Умница. Так, вьюка. Умница. Цветок завял. Молодец. Ну как костер самоочевидно. Палка. Умница. Молодец. Прелестно. Эх, как пережить мне эту боль. Мой новый смокинг съела моль. Моль, моль, моль. Лучше быть голодным, лишь бы только модным. Ну, простите, я немного распелся. Давайте, давайте продолжим. Потому что это, кстати, это реально. Это, это, вот так звучала эта песня в оригинале. Так, и что у нас осталось? А, ложка. Как же есть, дозунь. Прелестно. Все. А еще, у меня есть клубничное варенье к чаю. Сейчас, сейчас. Опять с тобой очень спалил. Здорово, что все-таки мы с Ёжиком нашли карту сокровищ и отправились в путешествие. Вот, опять чуть не спалилось. Сокровища! Мы же не нашли сокровища. Мы забыли про них? Забыли. Потому что настоящее сокровище это не фантики и не морковки, а лес. Наверное, это и было зашифровано в послании. Вот так. Вот так, вот, ребятки. Вот такие вот игры. Они мне вот очень нравятся. Я надеюсь, ребятки, что такие игры и вам понравятся. То, что в скором будущем я буду проходить еще смешайков. Но это будет не сейчас. Вот так. Ну ладно, ребятки, я надеюсь, что вам понравилось это видео. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Жмите на колокольчик. И можете также посмотреть у меня на канале еще игры по смешайкам. Плейлист с этими играми будет где-то здесь в углу экрана. Всем удачи и пока-пока.